Циркуль Циркуль наиболее важный элемент с лавами. Он не только разнообразит ваш стиль, но и повысит контроль на роликах. Сегодня мы рассмотрим три варианта циркуля. Внешний, внутренний и открытый. Главное понимать два основных принципа. Одна нога всегда зафиксирована как иголка в циркуле, а вторая чертит воображаемый круг. Начнем с внешнего циркуля. Рассмотрим вариант, когда ведущая нога левая. Назовем ее иголкой, а правая карандаш. Едем в монолайне. Иголку можно сразу поставить на переднее колесо. Во время поворота карандаша направо приседаем на иголку и переносим на нее вес. Карандаш проводим по большой дуге. Важно на ноге и иголке поднимать пятку как можно выше, так будет легче согнуть колено и элемент будет стабильнее. Внутренний циркуль выглядит так. Медленно едем спиной вперед, используя монолайн. Вес все так же на карандаше. Во время поворота карандаша влево приседаем на иголку и переносим на нее вес. Карандаш ведем по дуге. Важно замкнуть ноги в замок, как в слайде Эйсит. Если иголка остается на месте, попробуйте сделать полный оборот или несколько. Пытайтесь сделать большой радиус поворота, так элемент будет стабильнее. При этом колеса иголки должны быть практически перпендикулярны земле. При всех вариантах спина все время остается прямой, а руки помогают балансировать. И напоследок. Открытый циркуль, ведущая нога, иголка. Ставим ее на хил и делаем монолайн вперед. При повороте иголки влево ставим ее на 90 градусов и ведем карандаш по дуге. Вес на карандаше. Этот элемент можно использовать для разворота на 180 градусов. А когда вы наберетесь опыта, внутренний циркуль поможет вам делать Half Cup Acid. А внешний Half Cup Soul. James's Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова К bottle